Привет, накаченные мальчики! Это канал Armwrestling My Life. Сегодня вы увидите армрестлеров в категории 90 кг на правую руку. Я хочу лайк и комментарий от вас. А теперь приветствуйте вашего обожаемого комментатора. Да-да, вот и я с вами опять. Это была Алиса, если хотите ее услышать, пишите. Так, сегодня у нас уже сразу начинает прудник и вот этот швед интересный. Я вот думаю, насколько вот уже прудник знает, что швед этот здоровый, да? Вот. И есть у него внутренний вот этот страх или нету? Сейчас будем посмотрим. Тем более первый поединок, ну, еще и так накал не сильный, но он понимает, что у его силы уже не те. Совершенно не те, даже чем на тех соревнованиях. Хорош, хорош. Ну, все-таки прудник в себе уверен. Молодец, парень. Ага, короче, нечего тут смотреть. Обдал руку, да и все. Ну, понимает, это уже уровень. Это реально уровень. Так, смотрим эту категорию. Намного здоровее, они еще даже и рыпаться. Так, смотрим Гассиева с Финляндией. Это что-то еще пытается бороться. Да, 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 не совсем не то. Так, смотрим Черский с Грузином. Конечно, Черский тут даже... Что говорит-то сразу? Ну, стоит глянуть, как он его... Ох, какой старт этого был. Ну, и что, молодец, молодец. Короче, как писали в комментариях, что прудник уже слился. Он чувствует, что Сошо намного превосходит его, и он даже не рыпается. Ну, это так писали в комментариях. Как-то пруднику, как говорится, надо расти. Как-то идти, наверное, в сотку, чтобы что-то набрать мышц, потенциалов. Вот не получается, не получается его, вот, его этими профессорскими способностями выиграть Сошо. Сошо это железобетонная стена. Что-то пытается, ну, типа, я борюсь, да. Вы даже посмотрите на поведение прудника, он уже, ну, как бы уже, все, он проигравший. Он понимает, что уже некуда тут что-то пробовать, поникший такой уже. Так, началась борьба. Так, Сошо не может. Не может. Слушайте, вот, ну, не поверил я этому. Не поверил. Мне кажется, Сошо специально ему даже поддался. Ну, посмотрите, пересмотрите еще раз, напишите, да, так это или не это. Мне кажется, реально поддался. Петров против гамптуации, в касании. Надо было проматывать. Так, Швед против украинца. Швед уже нам всем понравился. Хорош. Вот он нравится, вот что он вот такой дерзкий, красавчик просто. И в конце красиво было. Смотрим. Оп. Что, что такое случилось? Победа дали. Ну, это у меня есть отдельное видео. На канале. Короче, ну, Чарский здесь победил. Смотрим на Сошо. Сошо раздосадован, походу, да? Давайте еще раз посмотрим. Не, Сошо напрекся. Чарский не понимает, что происходит, потом понял. Победил. Вообще, аж двойная такая реакция была. Сошо. Смотрим на Сошо. Раздосадован, да? Раздосадован. Не планировал. Хотя Сошо любит идти по нижней сетке. Ну, готовьтесь увидеть интересную борьбу. Очень интересно. Так. Ну, не назвать это Майклом Тоддом. Слушайте, как силой пытался продавить, но не получилось. Ах, рука выпрямлена почти. Нет, нет, нормально. Ну, да, плечо, смотрите, не опущено Мазаренко. И все правильно. И рука не выпрямлена. Ну, как бы, ну, борьба. Ну, очень сложно вот это. Вот реально вот рука, считайте, вот выпрямлена почти, да? И как дотянуть? Как, да, ее дотянуть? Ну, тут, я думаю, разделимся на два лагеря. Кто-то говорит, что надо останавливать такой поединок. Кто-то нет. Ну, реально, вот, очень сложно бороться. Вот. Опа. Интересно. Смотрите, вообще, я отпустил, смотри. Вообще, я отпустил руку. Жестко. Да. Вот так. Ну, интересно. Согласитесь? Хоть, наконец-то, борьба интересна мне в одно касание. Так, смотрим. Опять то же самое. Вот он держит, чувствует, что очень хорошо держит. Чувствует, что не пробьет и никуда не денется. Но, блин, дотянуть это нереально, очень тяжело. И ручки так забиваются. И потом, как они бороться вообще будут, а? Вот если ларату вот бороться в такой позиции с пушкарем начальной, забьет. Хотя, помните, обычно, что Трубин делал? Он толкал вперед просто. Хотя не видно, хватает ли подушки, чтобы сделать вбок. Вот реально вбок помогает. Вот я, ну, как бы знаю. С братом проверяли. Кстати, прорекламирую. Смирнов Артем будет на злотом туре выступать. Хотелось бы Римаш, конечно, с Богданом Ивахненко. Но, конечно, Ивахненко побоится. Согласитесь? Посмотрите, Смирнов Артем против Ивахненко. Я скоро выложу видео, кто такой Смирнов и какая его сила сейчас. Вы узнаете дичайшую генетику, посмотрите. Что тут произошло? Интересно, кому дадут? А далее Иракли, далее Фол. Оп, что? Что случилось? Смотрите. Короче, дают Фол второй и победу. Так он даже не боролся, но реально. Но это вообще не круто. Реально, испоганили борьбу. Чувак столько старался, столько старался. Прудник, Петров, Петрова мне немножко жалко. Сашовка теории, Прудник. К нему вообще, как бы, он принимает, выходит. Ну, принимает участие, потому что, я думаю, нравится. Для себя. Уход от борьбы, короче. Что? Да-да-да, под низом было. Ну, куда там рыпаться, правильно? Опять Швед. Смотрим. Вау, хорош. Большое преимущество просто вселит, поэтому так и получается. Ну что, Иракли с Андреевым попробует эту же технику. Там ничего, я уйду. Блин, вот так. Слушайте, это, блин. Это просто машина, маленькая машина, огроменный. Ух, нифига сеть, крепкий этот чувак, да? Что там, фолл? Что, победа ему? Офигеть, вот так, вот так вылетел, короче, этот Шведик. Так, Фин, Саша. Ну, я думаю, тут предсказуемо. Хотя, Шве, ой, Шве, это Финляндия. Он удивил, конечно. Ну, значит, этот Швед послабее направо, чем налево. Так, хорошо. Чарский. На этой Европе он просто феноменален. Просто красавец. Это как-то не замечали его. Как-то плоховато выступал. Да просто нереален. Просто нереален. Как Гасси вообще пробрался в двойку, в тройку. Так, борются за третье, четвертое место. И кто-то из них становится четвертым. Скорее всего, прудник. Скрученный стоит, нет? Не-не-не, совершенно, совершенно разные силы. Так, хорошо. Я рад был комментировать вас. Жмите лайки, комментарии. Подписывайтесь на канал. Ждите новых видео. Будет очень много проектов. Именно по арм-рестлингу. Надеюсь, вам будет интересно. Один. И я вас тоже жду в следующем видео.